В некоторых коллекциях говорится о природе мужчины и женщины, различия психики, есть такое понятие старший равный младший. И отталкиваться тоже от ведических знаний, а все-таки в семье как должны решаться вопросы? С какой позиции? С позиции договоренности, то есть это совещательная система или, скажем, кто-то старший, ответственный? Есть старшие, конечно, есть бабушки, есть дедушки, но решается все равно все за общим столом. Потому что семья – это семья, а семья не может быть насилия в семье. То есть это не так, что семья решила, что ты выходишь замуж за этого парня и все и выдали. Такого никогда не было. Никогда такого не было. А семья советуется, она что-то предлагает, а каждый принимает решение, может он или не может. Понятно, что есть время детства, когда никто тебя не спрашивает, но мы это не берем. Но в семье не может быть насилия. Поэтому каждый имеет право голоса и каждый что-то высказывает, свое мнение. И все это ведется долго, совещательно. И иногда эти совещания десятилетиями длятся. То есть между мужем и женой. Точно так же? Ну не может муж быть просто главным. Жена не хочет и все. Что он вообще с ней сделает? Каким способом? Оно просто уйдет и все. То есть насилие, оно приводит всегда к разрушению. Поэтому в семье нет насилия. Наоборот, мужчина должен хотеть заботиться о женщине. То есть его задача не стать главным, а его задача понять, как он может заботиться о своей жене. А когда мужчина просто хочет стать главным, то ну и что, и чего он добился? Он стал главным. Женщина потихоньку просто уходит из дома и все. Он ее выдавил и все. Победил. Молодец. А какой смысл-то, что он ее победил? Ну понятно, у него мышцы больше, ну и что? Но он же с ней создал семью, чтобы о ней заботиться? Это подразумевалось при создании семьи? Или чтобы стать главным? В лекциях говорится, что женская психика устроена, что сложно принять решение, так как чувства преобладают. Нет, мы говорили с вами все эти два дня абсолютно другое. Мы говорили, что женщина более охладнокровна, потому что у нее никогда не отключается разум. Вот что говорится в лекциях. То есть чувства у нее не преобладают? Нет. Они у нее всегда есть. И разум у нее всегда есть. Работают одновременно. Да. Вы были на этих лекциях? Да. Ну вот. Я очень долго это все объяснял. Целая лекция шла, а на то, чтобы это объяснить. Не унижайте женщин. Женщины разумны. Или вы тупые? Сразу скажите мужчине. Очень даже разумные. Очень даже разумные женщины. Да нельзя так думать. То есть кто это вообще придумал, что женщины глупые? Что они чувственные, ничего не понимают вообще. Женщины как раз все понимают. Хорошо притворяются. Они не притворяются, они по долгу службы делают так, чтобы мужчина думал, что он принял решение. Просто потому, что он эгоист. У мужчины есть этот эгоизм. И ему хочется чувствовать себя последним словом таким некоторым. И грамотная женщина, она дает ему возможность почувствовать себя вот таким окончательно решающим. Но как я вам рассказывал эти два дня, она подводит его к этому решению правильно. Понимаете? Да. На футбол так на футбол. А может к маме? Тогда я сказал к маме. Понимаете? Помните эту рекламу? Нет? Вот она про женщин. Это реклама. То есть пусть мужчина думает, что он принимает решение. На самом деле женщина имеет большую силу всегда в семье. И она все равно своего добьется. Даже если мужчина думает, что он победил. И вся философия это подтверждает. За каждого мужчины стоит женщина. И вы знаете, что в этом мире Бог не самый главный? Вы знаете, что Бог находится под капуком у женщины? Знаете об этом? Вот я вам тайну расскажу. И там есть женщина. За Богом в этом мире тоже женщина стоит. Поэтому женщины не всегда так улыбаются. Знаете? Мужчина орет. Ногами топчет. Да, я сказал. Ну, 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 ну. Давай, давай. Потопай, потопай. Лев мой. Мы-то знаем, за кем будет решение. Поэтому мужчины, конечно, могут себя оправдывать тем, что вот они сильные и они должны быть главные в семье. И там что-то придумывает про женский менталитет. Который якобы очень слабенький и ничего не понимающий. Но жизнь-то вот она реальная. Жизнь-то реальная. Поэтому да, женщина иногда может попадать под какие-то чувства свои, поплакать. Ну и что? Мужчина тоже? Что, мужчина под такие чувства не попадает что-ли? Что у него депрессии не может быть, алкоголизма? Или что? Такой же слабенький. В наше время все слабенькие. И женщины слабенькие, и мужчины слабенькие. У всех есть свои слабости. Но это не так, что вот мужчина в семье принимает окончательные решения. Это не так. Нет. Это значит, что они все равно договорились. Если ему женщина позволяет принять окончательные решения, то он принимает. Но тогда он пусть считает себя таким великим героем. На самом деле это очень такая жесткая диверсия мужчин, которые, ну, пытаются свою власть отстоять в этом мире, но все равно у них ничего не получается. Потому что все равно женщина тоньше, и она держит эти тонкие потоки, тонкие ниточки, и мужчина, не замечая, как им руководят, принимает окончательные решения. Поэтому, ну, пусть так думают, это нормально. Мужчина должен так думать. Но, в конце концов, он должен налюбить женщину. А женщина должна любить мужчину. Они должны налюбить друг друга, любя принимать решения. Любя принимать решения. Потому что, как только мы не вместе приняли решение, мы стали виноватыми на всю жизнь. Не дай Бог кому-то самостоятельно принять решение. Это все, ты виноват на всю жизнь. Если мы вместе приняли решение, это наше совместное решение. с этим можно жить а когда кто-то окончательно принимает решение ему уже тяжеловато будет так как у него у самого может не быть такого вот некоторого идеального разума, поэтому он тоже будет ошибаться помните мы когда про мужчину говорили что мужчина думает что он сильный но жизнь сильнее его поэтому ему приходится и проигрывать и позориться и женщине приходится играть роль матери чтобы его приголубить и успокоить что ладно ладно ничего ничего каждый может в лужу упасть при всех пойдем менять штанишки мы должны понять что жизнь построена на любви а не на том чтобы манипулировать друг другом как только появляется манипуляция это материализм в духовности нет манипуляции духовность построена на взаимной заботе на взаимной любви поэтому сейчас сейчас в основном читаются лекции которые на уровне манипуляции находятся это очень популярно всем этого хочется научите нас манипулировать я буду манипулировать все мои желания разрешаться а тут видите нет манипуляции а я не учу как манипулировать я учу как заботиться в заботе нет манипуляции потому что забота это мое проявление любви это мое бескорыстное проявление я хочу заботиться не потому что это моя обязанность а потому что я не могу не заботиться понимаете разницу Когда мы заботимся друг о друге, потому что это наша обязанность. И когда мы заботимся друг о друге, потому что не можем не заботиться. Вот это действительно другой уровень жизни. Вот это уже не психология. Вот это уже духовность. Вот это уже интересно. Вот это то, на какой уровень нам надо перейти. Поэтому есть разные уровни психологии, есть разные уровни лекций, есть разные уровни наставлений. А выбирайте те, которые вам по душе. Меня от манипуляции тошнит. Мне противно слушать про манипуляцию. Я сразу... Мне плохо становится. Потому что мне не нравится, когда мной манипулируют. Это сразу же чувствуется. Это сразу же понимает, что тебя используют. На обязанности давят еще на что-то. Мне нравится забота. Когда мы заботимся друг о друге и соревнуемся в этой заботе. Не просто кто будет мыть полы. И мы точно установили, что ты баба, ты и мой полы. Нет, а мы деремся за эту тряпку, чтобы помыть сегодня полы. Кто сегодня помоет полы? Вот это интересная семейная жизнь. За тряпку драться. Понимаете? А так это все просто манипуляция. Поэтому вы себе выбираете, как вам жить. Я просто предложил духовный уровень. Не все до него дойдут. Духовный уровень, это к нему еще нужно отдано расти. До уровня заботы. Потому что в конце концов нужно понять, что мы не мужчины и не женщины. А мы души, которые хотят заботиться. А мы все время скатываемся на телесную платформу. Я тело и дайте мне обязанности для моего тела. Да это просто материальная жизнь. А которая в конце концов в животное превращается. Когда все мужчины становятся такими мишками. А женщины все превращаются в бабочку. И пытаются вот как-то решить, кто же в семье в конце концов будет отвечать за то, что все плохо закончилось. Кто же будет главный-то в конце концов отвечать. Поэтому поднимитесь выше. Останьте в конце концов душами, а не мужчинами и женщинами. Потому что на уровне мужчины и женщины ничего не решится. Вообще ничего. Несчастья не придет. Даже малейшего удовлетворения не будет. Будет только постоянная требовательность друг к другу. Постоянная обида, что он не выполняет свои обязанности. Я-то делаю все как надо. А они-то все ничего не делают. Будем постоянно обижены на всех. Постоянно злые. Всем недовольные. Крутые мужики. И смазливые женщины. Но все это неинтересно. Все это мы уже проходили много-много миллионов раз. Мы уже миллионы раз рожались с мужчинами и женщинами. Миллионы раз мы создавали семьи. И выполняли свои мужские и женские якобы обязанности. Толку ноль. Вообще ноль. Любой ежик и ежиха знают, что они должны делать. Ежик идет яблоки, он собирает целый день. А ежиха со своими ежатами нянчится. Что здесь такого сложного-то? Ничего такого сложного нет. Любые зайчики знают, что им надо делать. Я заяц, а ты зайчиха. Ну это такой уровень в мире животных. Нас интересует человеческая жизнь. Человеческая жизнь это воспринимать себя выше, чем тело. Это воспринимать себя на уровне души. Если мы не перейдем эту границу, мы так и помрем психологами. Понимаешь? А мы должны мудрецами помирить. Потому что если мы умрем мудрецами, мы будем счастливо умирать. Счастливо умирать. И мы разорвем эту цель рождения, смерть. Если мы вот такими доморощенными психологами помрем, то мы опять родимся зайчиками и зайчиками. И будем опять выполнять свои правильные обязанности. Будем бегать за морковкой на поле. А мама зайчиха будет получать своих получат. Или как там это говорилось. Поймите, что есть разные уровни информации. И разные преподаватели несут разный уровень информации. Поэтому всегда старайтесь подниматься как можно выше. Потому что времени в конце концов нет. Мы и так уже не молодые. У нас и так мозги уже немножечко. Заржавели. Поэтому нужно как можно быстрее размочить эти мозги. И пойти дальше.